Здравствуйте! Еще к 8 марта я плела вот такое вот колье. И по нему у меня есть мастер-класс. И совсем я забыла, что обещала вам показать, как плетется вот этот браслет. Я хотела делать комплект, но в видео о колье я рассказываю причину, почему у меня получились разные, так сказать, изделия. Немножко по-разному они украшены. Вот. Так вот, я обещала и забыла об этом браслете. Пока мне одна подписчица не написала, что где же обещанный браслет. Ну вот, смотрите, сегодня я хочу показать вам, как плетется вот такой вот браслет. Все очень просто, очень доступно. Значит, используем мы здесь материалы. Значит, бусинки 12 мм. Вот такие вот металлические, ну, может, понимаете, не обязательно у вас будут именно такие бусинки. Вы можете взять любую другую. Ну, просто она в размер идет. Ну, если, может быть, вместо нее взять бусинку 3 мм. Обычную бусинку 3 мм на это место поставить, тоже будет неплохо смотреться. И вот такие вот искусственные жемчужинки где-то между 2 и 3, где-то 2,5 мм. Вот они, вот эти вот бусиночки. Ну, итак, давайте приступим. Плету я на мононите на двух иголочках. Это так называемое плетение в крестик. Мы с вами сто раз его проходили. Само вот это вот тело браслета из бусин с больших плетется буквально, ну, 5-7 минут. Вот. Смотрите, мы одеваем первую бусину. На каждую иголочку одеваем по бусинке. И в одну бусинку мы заходим с двух сторон иголками. Это для тех, кто не умеет плести в крестик. Все очень просто. Вы попробуете, и вам это очень понравится. Смотрите, очень быстро, а выходит очень красиво. Значит, это самое обыкновенное и самое простое. Значит, одеваем две бусинки, одна общая. Вся фишка этого браслета, конечно, в оплетке. Так, два. Ну, еще сделаем парочку крестиков, и будет нам все понятно. И одна общая. Так, ну, вот так. Ну, и последнее давайте сделаем. Тут уже дальше все делается по порядку, по такому же, как... До нужной нам длины. Ну, вот, смотрите, почти пол браслета и готово. Так, одели. Ну, и здесь обычно после того, как вы закончите браслет, можно, допустим, завязать ниточку. Можно... Да, ну, можно завязать и взять новую. Ну, вот, допустим, как я это делаю. Я прохожу одной иголкой навстречу другой. Так, по кругу, так. И здесь мы ниточку эту завязываем. Крестики вообще очень удобно и завязывать нитку, и добавлять нитку. Чтобы добавить новую нитку, вам просто нужно будет взять, опять на две иголки одеть, и вставить в среднюю бочинку, и продолжать плетение. То есть все очень просто и очень красиво. Так, ну, давайте вот мы сейчас завяжем нашу бусиночку, и, значит, мы с вами должны опять распределить наши нитки по двум сторонам. Вот. Смотрите, мне хотелось сделать так, чтобы вот это расстояние между... Вот здесь вот, между вот этими вот бусиночками было расстояние, чтобы они... Если бы я просто оплетала, как мы всегда оплетаем, берем из центральной бусинки и начинаем плести, то в следующем было бы... Вот эти бы бусинки у нас бы вот так вот соединялись. Вот. Поэтому смотрите, что я делала. Я делала так. Я проходила вперед, каждая иголкой проходила вперед. Вот так, сюда и сюда. Ну вот, одной иголкой я набираю... Смотрите, я набираю четыре наших маленьких бусиночки. Два с половиной миллиметра. Два, три, четыре. И одну нашу вот эту вот красивую металлическую бусинку. И еще четыре. Раз. Раз. Два. Три. И четыре. Вот. И смотрите. Я заворачиваю это назад. И прохожу опять в эту же бусину, из которой у нас выходит нитка. Прошла сюда. Так. И захожу сразу в центральную бусину. Вот сюда. Сейчас все подровняется. Вот. Теперь этой бусинкой, ниточкой, иголочкой... Смотрите. Я набираю четыре маленьких наших бусинки. Два с половиной миллиметра. Два. Три. И четыре. Захожу в нашу металлическую бусину. Вот эту вот красивую. Набираю еще четыре. Так. Раз. Два. Три. Четыре. И захожу я опять... Ну, вот у нас иголка выходит из этой бусины. Я в нее же и захожу. Я захожу в нее. Прохожу вперед. Все это подтягиваю. И захожу в центральную бусинку нашу. Вот сюда. То есть, наша оплетка начинается не так, как мы оплетаем, что идет из центральной. Вот раньше мы оплетали. Я несколько показывала там браслет оплетения. Из центральной бусины мы набирали сразу. То получается вот этого промежутка тогда между белыми нашими бусинами не получится такого вот нежного оплетения. Так. Значит, смотрите. Мы дальше опять проходим вперед. Каждая иголка и проходим вперед. Сюда. И сюда. И повторяем все то же самое, что мы сделали. Набираем. Четыре бусины. Металлическая бусинка. Раз. Два. Три. И четыре. Такое оплетение таких браслетов, ну, очень простых и очень легких в исполнении, это очень всегда хорошо для тех, кто только-только начал заниматься бисером, потому что, когда первое изделие у вас получается и получается хорошо, то у вас, как бы так сказать, появляется желание заниматься и дальше этим делом. А если взять что-то сразу сложное, попробовать, ничего не получится, и тогда, значит, как бы желание заниматься бисером угасает. Вот, мы проходим сразу в центральную бусиночку и занимаемся со второй иголкой. Опять одеваем четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Заходим в металлическую бусиночку. Следим, чтобы нитка ни за что не цеплялась. Металлическую. Одеваем еще четыре бусиночки. Раз. Два. Три. И четыре. И заходим в ту бусинку, из которой выходила наша нитка. Вот сюда заходим. И сразу же проходим в центральную бусинку. Вот сюда. Ну, и в таком порядке мы продолжаем плести дальше. То есть, у нас что идет? Мы заходим из центральной бусины вперед, по той стороне, из которой выходит у нас нитка. Прошли. И здесь прошли. Сделали то же самое. Прошли вперед. Набрали. На одну нитку четыре бусинки металлическую, четыре бусинки. И вернулись сюда же, и в центральную. Вот. Я уже не думаю, что имеет смысл повторять несколько раз. Потому что все, в общем-то, просто и понятно. Делается все так же до самого конца. Когда вы дошли до конца, вот, ну, я делала так, что, да, я дошла до конца вот здесь вот. И просто потом я привязала, видите, по кругу к замочку. Вот так вот я собрала, ну, мне показалось, будет сделать красиво, если я сделаю широкую такую вот. Вот. Ну, на этом все, все очень просто. Плетите с удовольствием. Пусть у вас всегда все получается. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова